Приветствую вас, дорогие любители творчества. Добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта, комфорта, хорошего настроения. С вами Елена Сидникова. Итак, мои хорошие, по просьбе одной моей подписчицы решила показать вам то, что у меня получилось. Как всегда у нас... Уся, выходи! Выходи! Это всегда происходит. Как только включается камера, пусть и обязательно нужно либо выйти, либо зайти. Итак, по просьбе одной из подписчиц я демонстрирую вам то, что у меня уже получилось. Это платье ажурное. Чтобы вы посмотрели, как, во-первых, сидит кокетка на мне. Вот я поверчусь, покручусь. Фолдит ли она? Не фолдит. Но единственное, я хочу сказать, немножечко я не угадала с петлями. Но вот чуть-чуть бы набрать меньше. В том ролике, где я рассказываю вам о расчетах, я постараюсь поставить этот ролик в подсказку. И вообще уже существует плейлист, который так и называется, платье ажурное. То есть, вот это платье. Вы туда зайдете и там все найдете. Так вот, в этом плейлисте, где я рассказываю о своих петлях, о своих расчетах, где и как прибавляла и убавляла, я бы сделала сейчас поправку. То есть, мы изначально набрали бы не 106 петель вот здесь вот, а где-то, ну, может быть, 90-95. Потом бы увеличили их в два раза. То есть, на, ну, 15-20 петель наберите поменьше. Все-таки, мне кажется, она немножечко великовата. Хотя, кому как, как говорится. Вот еще раз покручусь. Но сегодня я к вам, во-первых, показать, как это смотрится на мне. Я очень довольна. Пряжа вот эта вот Янард Дженс меня вот просто устраивает. Загляните в магазин Ярн 21. Там она по демократичным ценам, эта пряжа. Теперь, что хочу еще сказать. По поводу вчерашнего видео. Вот этот узелок ткацкий, который я вам показывала из этой пряжи. Мне он нравится. Там были неоднозначные отзывы, то, что он неудобен. Валяние лучше. Девочки, это полухлопок. Какое валяние? Как можно соединить при помощи валяния полухлопок? То есть, акрил и хлопок. Я думаю, что это нереально. Да, я согласна, что валяние, когда это шерсть или хотя бы полушерсть, тогда мы можем соединить нити. Но вот, на мой взгляд, вот этот ткацкий узел именно для этой пряжи, для Янарджинс, идеален. У меня нигде не заметно вообще этих соединений. Сейчас вот Лешик покажет, как, во-первых, насколько я продвинулась. Вот так вот платье сидит сейчас на мне. Я еще довяжу вот этот моточек. Это будет где-то еще сантиметров, ну, сантиметра три, наверное, мне хватит связать из этого мотка. И начну тогда делать валан. Валан я буду увеличивать всего на пять сантиметров. Здесь вы видите, здесь у нас вот уже начинают играться с пряжи. Ну вот как? Ну куда? Пусть и нельзя. Нельзя пусть. Тут и пряжа, тут и нитки, тут все вообще, короче. Вот. Я провяжу еще три сантиметра вниз и начну увеличивать. Еще немножечко расширю юбку до семидесяти сантиметров я ее догоню. То есть мне получится, нужно будет добрать семьдесят сантиметров, это так-так-так, шестьдесят пять сейчас в полуобхвате. Значит, нам нужно добавить десять сантиметров на полную длину. Десять сантиметров это двадцать петель. Значит, все наши петли, вот эти, которые у нас сейчас здесь, двести тридцать восемь, я уже не помню сколько. Мы делим на двадцать и высчитываем таким образом, через какой промежуток нам нужно увеличить, то есть добавить петельку. Я думаю, что вы все это знаете, как равномерно добавить петли по полотну. Но сегодня я вам хочу показать, вот смотрите, как красиво, я сейчас подниму руку, чтобы вы понимали. Я здесь очень красиво сделала окантовочку кокетки, то есть вот этот как бы полурукавчик, ну это кокетка, собственно говоря. Вот я поднимаю руку, посмотрите, ничего нигде не выглядывает. Здесь очень-очень красиво вот эта вот часть, и это будет мое ноу-хау, потому что я так тоже еще не вязала. Это будет крючок из спицы и все в одном ряду. И вот на этом рукавчике я вам покажу, я думаю, что вам понравится вот этот момент оторочки рукава и вот этой проймы сразу одновременно я покажу вам на этом рукаве. Итак, давайте перейдем на стол и я вам все покажу. Итак, друзья, во-первых, хочу сразу показать вам всю прелесть набора джинджер, как же это удобно. Сейчас я прикручу сюда спицу, но не буду ее закрывать замочком. Вот тут вот такой специальный замочек есть, потому что мне просто нужно переснять, провязать первый ряд и поменять спицы на меньше. Это важный момент. Я взяла спицы АДИ 2,75. И сейчас мы присоединимся. Сразу не будем даже переснимать, а с этой спицы провяжем первый ряд. То есть вы понимаете, что это вот наша кокетка, то, что идет уже на рукавчик. Вот здесь я присоединилась и начнем вязать. Сейчас присоединим пряжу и просто начнем вязать резиночку 1х1. Продолжим вязать, но спицами уже меньшего размера. Платье вязалось 3,5. Здесь все петли провязываются. Здесь не будет никаких кромочных. И мы таким образом перейдем сразу на спицы меньшего размера 2,75. Нам нужно здесь немножечко подсобрать рукав. Как мы помним, мы на него оставляли 70 петель. Это многовато. Там же еще 6 сантиметров подреза до 4 петли. Вернее, 6 сантиметров ростка, который переходит в подрез. 4 петли подреза. В общем, многовато. Я же говорю, вот кокетку... Кстати, я следующую модель уже придумала из пряжи Elegance. Это будет бомбическое, красивое... Ну, я не знаю, туника или что-то такое... Короткое туника. Сейчас даже как-то страшно озвучивать. Послушала некоторых блогеров. Поняла, что говорю ужасно, неправильно. Кого-то раздражают вот эти вот... Кофточка, туничка. Не знаю, мне вот как-то... Меня это не раздражает. И может потому, что я говорю неправильно. Не знаю. Вот. И вчера... Сейчас пока не буду отключаться. Поговорю с вами заодно. Такой немного совместим и блок, и вязание. Вернее, влог. Вот. И вчера я уже даже сделала... Ну, не то, что попыталась начать вязать вот эту вот... Тоже там круглая кокетка, но с более ажурными вставками. Ой. Какая красота получается. Из бирюзовой пряжи. Элеганс. Вот, которая, по-моему, 115-й оттенок. Вот. И буду тоже комбинировать с серым вот этой пряжей джинс. Серую, которую мы вчера вот я вам показывала. Или не ее показывала. А, нет. Я вам бирюзовую тоже джинс показывала. Но у меня еще есть серая. И вот эта бирюза элеганс, которая с этим... С люрексом. И вот этот джинс. Такая будет кокетка. А само тело этой туники или футболки... Скорее всего, это, наверное, называется футболка с круглой кокеткой. Вот так вот. Все тело будет дырчатым и таким ажурным. В общем, дождитесь. Я даже не знаю, хватит ли у меня терпения, чтобы сегодня же не начать вязать вот эту красоту. Ну и параллельно, конечно же, заканчивать платье. Ну, вот так за разговором. Видите, я убираю теперь эту спицу. Вот. Вот мы провязали. Просто по рукаву провязали рядочек резинкой один на один. Дальше переходим вязать крючком. Я взяла крючок троечка. И вот смотрите. Вот так вот подтянем и провяжем столбик без накида. И вот так вот, цепляясь вот сюда за полотно платья, мы провязываем вот здесь вот эту часть, где у нас, собственно говоря, наш подрез. Сейчас, да, мы вяжем крючком вот такими вот, втыкая в полотно, вяжем рядочек, не рядочек, а вот это расстояние, крючком троечка. Теперь вот мы уже переходим там, где у нас мы вязали азиатский росток. Это вот как раз, как раз вот это расстояние, это наш азиатский росток. Здесь тоже вот так вот крючком шагаем. Сильно не затягиваем, но и не слабо. Так, средненько вяжем. И вот так вот петлю растянула, надо подтянуть. Сейчас поверну. Только не пропускаем, внимательно смотрим. Вот здесь бы надо немножко сейчас в камеру, видите, в камеру не очень. Вот, хорошо захватить. Так вот при помощи. Это вообще идея мне пришла спонтанно. Конечно, можно все спицами связать. То есть здесь продолжить вязать резинку один на один, вот в этом месте. Все это можно. Так, ну вот, по-моему, я дошла. Все, убираем крючок. Теперь здесь подтягиваем нашу спицу. И продолжаем вязать. Сейчас я вспомню, как я вязала тут либо резинка, либо уже все лицевые. Сейчас я посмотрю на тот рукавчик и включу и скажу вам точно. Посмотрела, убедилась. Итак, дошли мы до нашей спицы. И теперь будем продолжать вязать спицей. Сейчас я подтяну нашу петельку. И продолжаем вязать. Но теперь уже я буду вязать резиночку. Не резиночку, а лицевые петли. То есть все петли лицевые. Сейчас мы подтянем здесь. Мы присоединялись. Подтянем хорошенько. Да, и здесь, сейчас я вам покажу еще один момент хитрый. Вот смотрите. Мы довязали крючком. И чтобы вот здесь не было дырки, как обычно бывает в местах подреза, мы вот эту вот петельку, только вот здесь нужно придержать. Потому что это было начало нашего вязания. Мы же здесь присоединяли. Вот чтобы она не растянулась, вы ее придерживаете. И мы сейчас эту петлю протащим через нашу петлю. Вот. И хорошенечко подтянем. И у нас вот здесь тогда не будет нашей дырочки. Вот, видите. Теперь мы вяжем все петли лицевые. Вот этот ряд, это все петли лицевые. То есть, один ряд мы провязали, перейдя на спицы меньшего размера резиночкой один на один. А сейчас вяжем все петли лицевые. Здесь его получится 3 или 4 ряда. Вместе с закрытием, по-моему, 4 ряда. Вот. Все петли лицевые. Ну, вот этот маневр обязательно сделайте. У вас здесь тогда, видите, как красиво. Нету никакой дырочки. То есть, первую петлю мы как бы закрываем, да? То есть, протаскиваем через нашу петлю после крючка. Когда мы закончили вот этот отрезок крючком. У нас же была петля. Вот через эту петельку мы пропускаем первую петлю со спицы. Таким образом мы ее закрыли, и у нас нет там растянутости дырки в полотне. И просто вяжем этот ряд, который на спице, этот отрезок. Все петли лицевые. Вот эта спица, которую мы поменяли на меньшую, для чего? О, чтобы немножко подтянуть наш рукав. Чтобы он хорошо лег по руке, не был слишком расхлябанный. Ну, у меня он там немножко с напуском. В общем, не плотно по руке. Такое а-ля крылышко получилось. Вы, в принципе, когда будете уже делать ряд закрытий, тогда потуже там затяните. Но, опять же, это смотря, что вы хотите. Так, сейчас надо подтянуть. Здесь уже мне неудобно вязать. Ну, вот. В общем, вот эти петли на спице мы сейчас вяжем все лицевые. Все петельки вяжем лицевыми. И потом перейдем опять на крючок. Но там есть один момент, который я вам сейчас покажу. Ну, давайте сэкономим немножко время. Дойдем до этого момента без камеры. Итак, я довязала то, что было на спицах у меня, этот промежуток. И теперь переходим на вязание крючком. Но здесь, в этом ряду, опять столбики без накида, но нам нужно их немножечко уменьшить. Во-первых, вот здесь, опять же, хорошо подтяните, чтобы с этой стороны у вас тоже все было аккуратно и не было дырки. И провязываем столбик без накида. Раз. Два. Три. А вот четвертый и пятый столбик мы уменьшим петли. То есть набрали одну петлю, вторую, а теперь провязали две петли. Нам в этом ряду нужно немножечко уменьшить, подсобрать петли. Но у нас же радиус сужается, мы же вяжем, по идее, в центр круга получается. Так. Два. Три. Четыре. Пять. А вот шестую и седьмую, даже нет, наверное, здесь четвертую и пятую. Я посмотрела. Четыре, да? Пятую и шестую мы провяжем вместе, и вот наши четыре петли. И будет все по центру. Теперь с этой стороны мы тоже одну петельку уберем. Набрали на крючок две петли и провязали их вместе. Вот мы сократили немножечко нашу линию проймы подмышечную, вот эту, чтобы она хорошо прилегала. Две петельки мы убрали. И вот наши четыре петли, четыре столбика с этой стороны. Вот что у нас получается. Откладываем крючок в сторону и продолжаем вязать спицами. Вот такое интересное вязание. Так я еще не вязала. Идеи приходят. Так, продолжаем вязать спицами. Эту петельку мы набираем, но теперь у нас идет ряд изнаночных петель. Прошлый ряд мы провязали все лицевые. А теперь провязываем промежуток на спицах все петли изнаночные. Сейчас подвинуть надо, чтобы было удобно. Ну, думаю, что вы этот ряд не растягивайте только, а больше, наверное, затягивайте, чтобы подсобрать полотно, чтобы рукавчик сидел красивенько, петли здесь плотненько вяжите. Вот провязываем сейчас ряд изнаночных. По идее, мы сейчас вяжем платочную вязку. Прошлый ряд у нас был лицевой. Теперь все петли изнаночные. Самостоятельно свяжите этот отрезок. А когда перейдем на крючок, я включусь. Итак, я прошла этот отрезок до конца ряда. До конца, вернее, этого отрезка, который на спицах. Вот что у нас уже вырисовывается. Красота красивая. И теперь нам нужно вязать крючком. До этого момента я дошла. И здесь будет ряд соединительных столбиков. Достали. и вот так достали, соединили. Вы скажете, ну можно же ряд столбиков без накида еще провязать. Да, можно. Но ряд столбиков без накида не даст вам вот такую красивую косичку. и он даст вам еще полсантиметра вверх. А мне бы уже здесь не хотелось подниматься вверх, подниматься в высоту вот на этом подмышечной, вот этой впадине. Поэтому, чтобы дойти до этой, до спицы, это уже последний ряд крючком, да в принципе и последний сейчас отрезок будет спицей, я прошлась с соединительными столбиками. И здесь получилась вот такая красивая обработка подмышечной впадины на платье. Все, крючочек откладываем, говорим ему спасибо. И это ряд закрытия петель. Но здесь нам нужно развернуться. Здесь будет у нас поворотное вязание. И будем закрывать петли по изнаночной стороне. Значит, правый и левый рукав отличаются, как вы понимаете, чтобы вязать. Не знаю, как сказать-то, да? Я же не могу вот сейчас развернуться и пойти вязать, ну, в обратную сторону, чтобы здесь у меня была изнанка, как вот в этом рукаве. Потому что этот рукав мы вязали, начинали вязать, ну, первый ряд спереда. А здесь мы начинали вязать наше вязание со спинки. Как же нам выйти из положения? То есть, вот этот рукав у вас было бы все замечательно. Вы бы развернулись сейчас на изнаночную сторону и пошли бы закрывать петли, ну, вот сюда. Те, кто владеют левой и правой рукой, могут, в принципе, это сделать. То есть, сейчас закрытие пойдет у нас петель по изнанке, вот в эту сторону. Мне же придется здесь оторвать нить и сделать это закрытие вот с этой стороны. Это, повторюсь, в этом рукаве. Вот здесь у вас все будет по-другому. Здесь без отрыва нити. Вы сразу же, когда закроете вот здесь вот, вот эту вот подмышечную впадину, так скажем, вот он ряд соединительных столбиков, вы будете идти вот сюда и вы сразу же развернетесь, вернее, и пойдете закрывать вот здесь без отрыва нити вот этот последний ряд закрытия лицевыми. И с лица у вас получится вот такая красивая каемочка, да? Очень красиво. Но в этом рукаве придется оторвать нить. Итак, я оторвала здесь нить. И здесь у нас тоже нужно посмотреть, видите, если я сейчас просто начну вот сюда закрывать, это будет некрасиво. Нам нужно вот эту петельку, которая у нас на спице, каким-то образом вот так вот протащить. так, сейчас распустилась петля, протащить вот сюда. Вот. И одеть. чтобы у нас вот здесь тоже было красивенько. Вот такая еще вам хитрость. Видите? Здесь не будет у вас дырки. Вам не нужно будет ее подшивать, там как-то заделывать. Вы просто протащили петлю и как бы сразу сшили вот эту дырку. Я буду сейчас закрывать петли при помощи крючка, но крючок нам нужно опять поменять. Видите? Мы вязали вот здесь вот крючком троечка, а закрывать я буду двоечкой. Итак, присоединяемся. И закрывать мы будем, мы сейчас, получается, закрытие делаем по изнанке. Мы по изнанке идем, чтобы у нас с лица получилась изнаночная петля. Закрывать мы будем лицевыми, потому что закрытие по изнанке. Вот при помощи крючка самое обычное закрытие вот так вот закроем наш рукавчик. Ну, получился отрыв нити. Что делать? Ничего, спрячем кончик, хотя в этой пряже очень плохо прячутся кончики. Но можно это сделать. В общем, нам остался последний ряд закрытия петель. Не растягивайте его, чтобы вот это крылышко хорошо лежало по руке, по плечу. Вот. Ну и так дальше. И вот что у нас получается с обратной стороны. Здесь мы спрячем наш кончик и вязание будет аккуратным. я думаю, что вы закроете сами. А я сейчас закрою и посмотрим, что же у нас получилось. Итак, вот такая красота у нас получилась. здесь ниточка спрячется. А вот здесь тоже важный момент. Вот смотрите, последнюю петельку мы закрыли с вами. Но нам нужно вот сюда выполнить, ну как бы соединить, чтобы было монолитом. Мы... Сейчас я вот эту петлю распущу. Это наше вязание крючком было. Это вот опять идея пришла только что. Вот. И теперь мы закроем еще и вот эту петлю, которая у нас была в крючке. Так, только надо так, чтобы она не перевернулась. Вот. Теперь подтянем эту петлю. И все. И здесь, видите, как красиво все получилось. Можно даже, знаете, как. Или ничего не нужно. Наверное, ничего не нужно. Потом вот здесь вот будем прятать эту ниточку. И все. Все уже можно оторвать. И второй рукавчик. У меня готов. Осталось связать юбку. И можно приступать к вязанию ажурной, красивейшей кофточки. Это будет бомба. Это будет бомба, девочки. Так что не забудьте про 25 апреля. В Ярн 21 будет новое поступление пряжи Элеганс. Я вчера под видео оставляла комментарий. Дима написал мне на почту и сказал, чтобы я вас предупредила. Потому что многие из вас ему писали. И вот он ответил мне, что 25 апреля будет новое поступление пряжи Элеганс. По 89 рублей вы нигде дешевле не найдете. И вот эта ажурная кофточка будет как раз и из этой пряжи в комбинировании с пряжей джинс. Так что джинс тоже там можете посмотреть. Вот не удержалась. Говорила себе, не буду показывать. Не буду. Но не удержалась. Вот так я буду комбинировать. И вот какая красота. Это я вчера уже попробовала провязать по кругу вот таким ажурным узором. Пряжа Элеганс. Девочки, не пропустите. У вас она не передается. Это ярко-бирюзовый цвет. Красивейший. Все, мои хорошие. На этом я буду заканчивать затянувшиеся видео. Вот вам роза напоследок. Я вас всех обнимаю. Всех люблю. И до скорых встреч. С вами была Елена Ситникова. Пока-пока.